МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Получить первый паспорт в День Конституции. Участие в торжествах по всей стране приняли отличники учебы, активисты, победители Олимпиад и конкурсов. На страже безопасности и общественного порядка. Внутренние войска МВД сегодня отмечают 100 лет со дня образования. Грозит ли нашей стране эпидемия кори? За ответом на этот вопрос наши корреспонденты обратились к специалистам. Снежный март. Коммунальные службы задействовали все резервы на расчистке улиц и крыш. Все подробности этих и других событий и жизни региона в ближайшие 26 минут. Паспорта из рук представителей органов власти и депутатов. Более 350 юношей и девушек Гомельской области получили свои главные документы во время акции «Мы, граждане Беларуси», приуроченной ко Дню Конституции. А 30 самых талантливых и одаренных ребят пригласили в общественно-культурный центр на торжественное мероприятие. Кроме паспорта, молодым людям вручили в подарок Конституцию и издание «Я гражданин Республики Беларусь». На мероприятии побывали наши корреспонденты. Все, как в этой песне – творить чудеса и жить с улыбкой. Именно с таким настроением самые одаренные, целеустремленные, уверенно в своих силах ученики получили национальные паспорта Республики Беларусь. Ребята волновались не только на сцене, но и во время интервью. Ведь они – лучшие из лучших. Почти все – единственные, кого отправили представлять свой район. На камеру они давали свои первые обещания в качестве полноценных граждан страны. У меня отличное настроение. Это большая ответственность – получить паспорт гражданина Республики Беларусь. Ведь мы уже не имеем права на ошибку, и мы имеем такие же права, как и у взрослых. Легкое волнение есть, но настроение очень хорошее. Приятно, что меня сюда пригласили. Чувствую, что я становлюсь взрослее, и что больше возлагается ответственность. Сразу чувствую, что повзрослел. Уже 14 лет пригласили на такое массовое мероприятие. Александра Ларченко – знаменитая не только на всю Речицу. Девушка – победитель многих республиканских и международных музыкальных конкурсов. В День Конституции она также получила свой главный документ. Каждого нового гражданина Беларуси представляли на сцене. Перечислили победы в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Отмечали участие в общественной жизни школы и района. Но кроме их собственных талантов и способностей, за спиной каждого – кропотливая работа учителей, тренеров и воспитателей. Любовь и поддержка родителей. Передавать из поколения в поколение только лучшее. Об этом также шла речь во время праздника. Торжественно отмечаем право своего выбора, право своего мнения. И здесь очень важно преемственность поколений. Мы должны сохранить все то, что у нас было, и приумножить, в том числе, с нашими молодыми талантами, которые сегодня собрались в этом зале. А для юношей девушек это событие стало не только шагом во взрослую жизнь, расширением круга их прав и возможностей. Это и момент наступления в большей ответственности за свои поступки, мысли и приоритеты. Наверняка им сегодняшнее событие будет иметь какую-то особую значимость для будущего. Такое впечатление, что такое страна. Потому что дети – это наше будущее. Мы очень много вкладываем в их развитие. И глава государства определяет особое внимание для развития нашего младшего поколения. Потому что это будущее страны. Марина Джала, Ольга Коновалова, Игорь Марищенко. Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. В Гомеле прошло торжественное собрание, посвященное 100-летнему юбилею внутренних войск МВД Республики Беларусь. 18 марта 1918 года в Витебске из числа добровольцев отдельной команды «Конвойные стражи» были созданы внутренние войска. Сегодня это мощная силовая структура, обеспечивающая поддержание законности и правопорядка в стране. В Гомеле в начале 1990 года был создан специальный батальон милиции или войсковая часть 55-25, на базе которой в 2004 сформирована 6-я отдельная специальная милицейская бригада. Только в прошлом году личным составом войсковой части задержано более 13 тысяч правонарушителей. Более 300 раз на объекты выезжала саперно-пиротехническая группа. Уничтожено около 700 взрывоопасных предметов. А в эту субботу в Гомеле столетие внутренних войск МВД Беларуси отметили легкоатлетическим пробегом. Вскрытие рек в Гомельской области ожидается на следующей неделе. Такая информация была озвучена в ходе брифинга, посвященного паводку. На подготовку к нему ориентированы все субъекты профилактики. По прогнозам, в этом году наводнение может затронуть 16 районов Гомельской области, 101 населенный пункт и около 30 садоводческих товариществ. Наиболее значительные площади могут оказаться под водой в Петриковском и Житковичском районах. Населению рекомендовано подготовиться к паводку заранее, в том числе создать запас еды, питьевой воды и лекарств. И еще один совет, который озвучили санитарная служба. На территориях, где будет отмечаться паводковая ситуация, лучше не пользоваться колодцами. Во всех магазинах создается необходимый запас бутылированной воды. В Гомеле прошло выездное заседание постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. На повестке дня совершенствования Лесного кодекса. 12 марта состоялась первая сессия областного совета депутатов 28-го созыва. По итогам выборов, прошедших 18 февраля, на 60 мандатов в областной совет претендовали 147 кандидатов. 40% избранных были депутатами областного совета предыдущего созыва. Каждый четвертый депутат – женщина. 59 человек имеют высшее образование. Более половины – в возрасте от 41 до 50 лет. В новом составе также представители трех политических партий. Председателем Гомельского областного совета депутатов единогласно избрана Екатерина Зинкевич, которая в течение 9 лет была директором фонда «Гомель обл. имущества». Ее заместитель – главный врач областного госпиталя инвалидов войны Олег Иванцов. Аномальная погода в начале весны взбудоражила всех. Одни радовались – можно продолжать кататься с горок и ходить на лыжах. Другие возмущались – дворы замело, на машинах не проехать. На прошлых выходных снег натворил новой беды – речь об обрушении крыши ледового катка. Кто виноват в этом происшествии и как борются со снегом в Гомеле, узнала Марина Джалая. Напомним, неделю назад в Гомеле под тяжестью снега на людей обрушилась крыша катка. Брезентовый шатер, натянутый с помощью тросов, лопнул. Снегом накрыло половину ледового покрытия и территорию убортиков. В тот момент на катке находилось более 60 человек. Пять граждан, в том числе два ребенка, были госпитализированы. По итогам осмотра четверо отпущены домой. Подразделениями МЧС проведены поисково-спасательные работы. Других пострадавших не обнаружено. ЧП на ледовом катке стало неожиданным разве что для тех, кто проводил здесь субботний вечер. А вот собственники объекта могли не только спрогнозировать такую ситуацию, но и не допустить ее – почистить крышу. Причем напоминание об этом все субъекты хозяйствения получили в феврале. Контрольный для тех, кто предписание не выполнил, еще и в начале марта. Но и здесь не сработало. Надеялись, наверное, на апрель, который точно растопит снег. Однако, как все было на самом деле, выяснит следствие. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты тента со следами разрыва, а также видеозаписи и камер видеонаблюдения. Опрошены работники ледового катка, пострадавшие – медицинские работники. Проведен поквартирный обход прилегающих домов. Изъята строительно-техническая и служебная документация. В рамках проверки назначено проведение судебно-медицинских, строительно-технической и других экспертиз. В течение нескольких последних недель коммунальные службы использовали все резервы. На уборке снега в некоторые дни в Гомеле работало более 500 человек. Выводили свыше 80 единиц спецтехники. Наша съемочная бригада проехала по улицам Гомеля. На масштабные снегоуборочные работы попали в Любинском микрорайоне. Как сейчас вы видите, что работа продолжает на следующий момент на одном из подразделений. Что да, к сожалению, не везде получилось доехать, но работы не останавливаются. Работы продолжаются и они выполняются. Препятствовали наводить в порядок на прилегающих территориях и неправильно припаркованные автомобили. Так вдоль подъездов оставлять машины нельзя. Если бы здесь было свободно и транспорт стоял только на парковочных местах, спецтехника могла бы пройти. В основном используется техника снегуборочная на базе трактора МТЗ. Это впереди отвалы, сзади щетка. Поэтому они довольно-таки габаритные и есть неудобства при очистке дворовых территорий. Ну и такая проблема, будем надеяться, следующей зимой не возникнет. Каждая служба из сюрпризов сезона сделала свои выводы. Например, жилищно-коммунальное хозяйство Гомеля решило приобрести компактную спецтехнику, которая легко пройдет по узким дорогам и тротуарам. Тогда пешеходов и автомобилистов не испугают никакие снегопады. Марина Джала, Валерий Гопанько, Новости недели. С начала зимнего сезона в ожидании эпидемического подъема уровня инфекционных заболеваний в белорусской прессе поднимался вопрос. Грозит ли эпидемия кори нашей стране? Беспокойство населения подпитывали статьи в интернете о количестве завалевших кори в Западной Европе. Но одно дело – статистика о тысяче больных в далеких странах, а совсем другое – пугающая информация о вспышке кори в соседней Украине. К тому же лабораторно подтверждены уже 20 случаев заболевания в Гродненской области. Есть ли повод для беспокойства у жителей нашего региона? Узнала корреспондент Наталья Каприленко. По типу заболеваний кори, зарегистрированным в Гродненской области, ранее не был зафиксирован в Белоруссии. Его отмечали в разных странах Западной Европы и в Украине. Гомельщина – приграничный регион. Конечно, граждане, которые даже не собираются в соседнюю страну или в западные страны, все равно беспокоятся, могут ли они заболеть корью. В этом случае медики советуют узнать свой прививочный статус. Обязательная прививка против кори была введена в Советском Союзе в 1967 году. С 1987 по национальному календарю вакцинации детям стали делать прививки против кори в 12 месяцев и в 6 лет. Охват прививками у нас составляет более 28%. Поэтому мы говорим о том, что дети нас защищены. Конечно, если есть какие-то отказы, к сожалению, такие случаи есть. Чаще всего это по каким-то религиозным соображениям. Но в основном 98% детей привиты против кори. Последние случаи заболевания корью в нашем регионе регистрировались в 2012 году и в 2013. Оба случая единичные. Заболевали взрослые, которые приехали из Украины и России, которые раньше не болели корью. Учитывая, что имеется подъем заболеваемости на территории Украины, это Одесская область, Ивано-Франковская область, ряд стран Западной Европы, в принципе, медицинской сельдью усилен контроль. Есть такое профилактическое направление, когда обращается человек с сыпью, если он куда-то выезжал, то медики проявляют настороженность. Если есть необходимость, есть показания, медицинские показания, его проводят обследование на корь. Это проводится регулярно. Я еще раз повторю, что уже на протяжении 5 лет в нашей области нет ни одного случая заболевания кори. Вакцинация, подчеркивают медики, единственный научно доказанный способ профилактики заболевания. Две прививки гарантируют 100% иммунитет. У жителей региона, которые в свое время не получили вторую ревакцинирующую прививку, вероятно, заболеть есть. Но только в тех случаях, когда иммунный ответ на вакцину не сработал. В зоне риска те, кто не вакцинировался или делал только одну прививку, но часто выезжают в страны, где отмечается подъем заболеваемости. Те, кто переболел корью, имеют 100% иммунитет. Если вы не помните, болели вы или нет, можно спросить об этом старших родственников. А вот за сведениями о прививках, сделанных в детском возрасте, нужно заглянуть в медкарту. Если карты прививок нет в поликлинике, возможно, вы переехали в другой город или даже регион, и не имеете возможности узнать свой прививочный статус, стоит поискать бланк в своих старых личных документах. Вплоть до начала 2000-х в Беларуси практиковалась выдача на руки бланков молодым людям, которые поступали в ВОЗы, СУЗы или ПТУ. Возможно, останется копия или оригинал. Я, например, в своих старых документах нашла вот такой оригинальный бланк. Здесь две отметки о прививках от кори. 1986 год – вакцинация, 1992 – ревакцинация. Эти две прививки должны гарантировать, что я не заболею. В свою очередь, медики настоятельно рекомендуют жителям области, которые отказались от вакцинации и ревакцинации своих детей, обратиться в поликлинику и сделать прививку. Ведь главный залог борьбы с вирусными или инфекционными заболеваниями – создание коллективного иммунитета. Яркий пример влияния вакцинации на снижение сезонного подъема ОРВИ и гриппа в который раз отмечают гомельские медработники. На протяжении последних нескольких лет прививаются более 40% населения региона. За этот период уровень заболеваемости снизился на 42%. В этом году мы не отмечаем сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, который у нас всегда отмечался в период с конца января, февраль и март месяц. Заболеваемость в этом году находится на обычном уровне. регистрируется примерно от 11 до 13 тысяч заболеваний среди всего населения Гомельской области в сумме острыми респираторными инфекциями и гриппом. Это значительно ниже контрольных уровней на примерно от 40 до 50% по контрольным городам. И только при решении контрольных уровней это уже считается началом сезонного подъема заболеваемости. Но зачастую сила вакцин против вирусных и инфекционных заболеваний слабеет, если человек не желает сам укреплять свой иммунитет. Так что медики советуют не только следить за информацией об эпидемиологической ситуации, а еще вести здоровый образ жизни, чаще отдыхать от гаджетов и больше гулять на свежем воздухе. Наталья Каприленко, Евгений Макеенко. Новости недели. Бёрдвотчинг или наблюдение за птицами набирает все большую популярность в мире и в нашей стране. Это отличный способ не только лучше узнать место, где живешь, но еще один повод для необычных путешествий или зеленого туризма. Кстати, профессионально научиться наблюдать за птицами теперь можно и в Гумеле. Школа бёрдвотчера сегодня открылась в областном центре. Чему обещают научить любители фотоохоты и чем может быть интересно это увлечение? Узнала наш корреспондент Светлана Князева. Птицы – чудесные существа, способные приносить море положительных эмоций. Так начинает свой рассказ гомельский фотограф Максим Шестаков. Каждая фотоохота – это отдельная история и даже стратегия. Чего не сделаешь ради удачного кадра. Я просто лег на поле. Просто лег плашмя. Как будто, не знаю, там, умер там или что-то там, короче, нет у меня. Он меня сразу же, Чибис, не воспринимает, как за угрозу своей жизни. Опускается, буквально снимки делал, ну, чуть ли не портретно его снимал, Чибиса. Бердвотчинг – любительская орнитология, основанная на профессиональных секретах. Их обещают открыть в Гомельской школе наблюдателей за пернатыми. Бесплатное занятие в ней – это своеобразный экспресс-курс для желающих узнать больше о птицах и спланировать уникальные путешествия по родному краю. Программа составлена из восьми занятий. Это и теория, и практика в неформальном общении с профессиональными экологами и природой. Гомельская школа бердвотчеров открыта в рамках инициативы «Будь здоров вместе с птицами» – это проект, который реализуется Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Партнером выступает наша организация «Хоук Тушек Батьковщины» и направлена на то, чтобы люди в процессе наблюдения за птицами вели более активный образ жизни. Площадкой для теоретического курса выбрана Центральная городская библиотека имени Герцена. Занятия здесь будут проходить по воскресеньям. Библиотекари говорят, что тоже заинтересованы в пропаганде экологических знаний и формировании здорового образа жизни. А потому уже предложили ряд авторских проектов, которые дополняют занятия в школе Бёрдвотчера. Итоговая выставка, фотовыставка пройдет, потому что вот эта инициатива, она предполагает еще ряд конкурсов. И, кстати, презентация этих конкурсов в марте, в конце марта, в начале апреля тоже пройдет в Центральной библиотеке. Роман Федорович, здесь, в скверике Громыка, мы телевизионщики. В обеденное время часто прогуливаемся и слышим, как грачи выводят такие рулады. Судя по всему, им здесь нравится? Ну да, это очень удобное место для гнездования, такой зеленый островок в центре города. Здесь небольшая микроколония грачей. Мы за ней с ребятами из экологического кружка наблюдаем уже несколько лет. Тут постоянно порядка 11-15 гнезд. А это один из педагогов местной школы Бёрдвотчера орнитолог с 30-летним стажем Зинаида Горошко. В списке пернатых, за которыми довелось наблюдать, 239 видов. О каждом она может говорить часами. За свою жизнь с биноклем в руках орнитолог исколесила не только всю Гомельскую область, но и другие регионы нашей страны. К слову, именно Гомельщину вполне можно назвать своего рода меккой для любителей зеленого туризма. Ежегодно сюда понаблюдать за птицами съезжаются сотни туристов со всего мира. Это у нас Туровский луг, это у нас, допустим, пойма реки Сож, пойма реки Днепра, пойма реки Припяти. То есть это наиболее важные, ключевые такие орнитологические территории, где можно их видеть. Но и в самом центре Гомеля вполне можно найти уголки живой природы и их обитатели. К примеру, Центральный парк. Здесь можно встретить даже редкие виды пернатых. Мухоловка-белошейка занесена в Красную книгу Беларуси. В нашем парке она очень хорошо прижилась, и многие орнитологи специально сюда едут, чтобы гарантированно за ней понаблюдать. За синицами можно наблюдать и зимой, и летом. Городу они приносят большую пользу, уничтожая вредителей парков и садов. Но о гомельских галоке вовсе называют шутя культурными. Дело в том, что в качестве жилища они облюбовали липные украшения на колоннах драматического театра. Здесь, неподалеку. А вот к фотографу Андрею Феоктистову птицы прилетают в гости. Несколько лет назад прямо на подоконник пожаловал сокол Пустельга. С тех пор, раз в год, красавица-птица обязательно прилетает на фотопозирование. Птиц Феоктистов начал снимать всего пять лет назад. За это время у него накопилось более 50 тысяч фото пернатых красавцев. Два года назад нашел, где гнездится утка-гоголь. Два года уже езжу туда снимать и нашел там же вот гнездятся седые дятлы, зеленые дятлы и черный дятел. Кстати, как раз сейчас в Гомельской области подходит к завершению голосование за пернатых символов районов. В большинстве регионов выборы уже состоялись. Среди победителей Белый Аист, Снегирь, Ласточка-Береговушка, Соловей. Там же, где голосование в самом разгаре, вовсю идет агит-компания. Учащиеся 56-й гимнадии Гомеля по заданию оховы-птушек-батьковшины провели зимний учет водоплавающих птиц в Центральном районе города. А заодно определились и со своим претендентом на звание пернатый символ района. На водоемах Центрального района обитают 200 из их чайки и 121 кряков. Эти очень красивые уточки не только украшают наши водоемы, но и фильтруют воду. Считаем, что Кряква может быть достойным кандидатом на звание пернатый символ района. Светлана Князева, Евгений Макеенко, Новости недели. Далее в программе обзор культурных событий. На уходящей неделе в Гомеле звучали шедевры мировой классики. Яркую концертную программу под таким названием слушателям подарил Камерный оркестр областной филармонии. А в Гомельском городском молодежном театре на уходящей неделе состоялась премьера спектакля «Летели качели». За культурной жизнью региона всю неделю наблюдала Вероника Ворошилина. Книги – источник знаний и вдохновения, бесценная духовная сокровищница и кладезь высокой культуры. 14 марта традиционно отмечался День православной книги. К слову, сейчас в нашем регионе проходит тематическая неделя, приуроченная к этому знаковому событию. Она организована Гомельской епархией, Белорусской православной церкви и включает немало интересных мероприятий. В городе над Сожем старт им был дан в областной универсальной библиотеке имени Ленина. Чтобы приобщить подрастающее поколение к празднованию дня православной книги, школьников пригласили на исторический квест «Храм мудрости вчера, сегодня, завтра». Главная цель – рассказать подросткам историю появления печатной книги и познакомить их с возможностями современной библиотеки. Дети путешествовали в лабиринтах книгохранилищ и среди уникальных музейных раритетов, встречались с героями книг и выполняли их задания. Ко дню православной книги в областной библиотеке также открыли выставку под названием «Вечная жемчужина мудрости». Здесь разместились раритетные здания из фондов Гомельской епархии, Евангелия, богослужебные книги и труды 17-20 веков. Среди наиболее уникальных – Новый Завет 1737 года, который держала в руках сама Великая Российская императрица Екатерина II, а также Библия с иллюстрациями известного французского художника Гюстава Даре 1876 года издания. Здесь же в библиотеке имени Ленина на уходящей неделе состоялась презентация книг лауреатов областной литературной премии имени Кирилла Туровского. За последние годы литераторы Гомельщины создали немало интересных произведений, посвященных родному краю и своим землякам. Лучшие из них отмечены литературной премией и напечатаны отдельными изданиями. А во Дворце культуры железнодорожников на уходящей неделе звучали шедевры мировой классики. Яркую концертную программу под таким названием зрителям подарили талантливые музыканты камерного оркестра Гомельской областной филармонии. В этот вечер в их оригинальном исполнении прозвучали бессмертные произведения Моцарта, Штрауса, Верди и других всемирно известных композиторов. Слушатели погрузились в атмосферу благозвучной классической музыки, которая обогащает духовно и возвышает над обыденностью. Гомельский городской молодежный театр тем временем порадовал своих зрителей премьерой спектакля «Летели качели». Он поставлен по пьесе современного белорусского драматурга Константина Стешика, успешным белорусским актером, режиссером, музыкантом и автором-исполнителем Денисом Паршиным. «Летели качели» — это фатально-ироничная история, весьма непродолжительном, но совсем не случайном общении. Мужчины ста со средних лет и девочки-подростка Ксении. Вот только кто из этих двоих действительно зрелый человек и устойчивая личность — большой вопрос, в котором предстоит разобраться как самим героем, так и зрителям. На сцене разворачивается своеобразный диалог размышления, в котором каждый может взглянуть на себя со стороны, разобраться в своих внутренних противоречиях и задуматься над уведенным. Следующая неделя нам также подарит немало интересного. В Гомельском дворце культуры «Железнодорожников» состоится спектакль «Близкие люди». На сцене развернутся комедийные новеллы о любви и о жизни, о поисках счастья и о человеческих мечтах. В спектакле примут участие заслуженные артисты России Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Эти широко любимые публикой блистательные актеры несомненно сделают вечер ярким и запоминающимся. А во дворце культуры «Металлурга» в Жлобине на следующей неделе состоится спектакль «Муж моей жены». Зрители увидят комедийную историю об очаровательной проводнице, личная жизнь которой строго подчинена расписанию поезда дальнего следования. Ведь в обоих пунктах назначения ее ждут любящие мужья. Спектакль пройдет в исполнении талантливых артистов Гомельского областного драматического театра. С самыми интересными событиями из мира культуры вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.